Новый год, время волшебства и правонарушений. Пока обычные ивановцы наслаждались отдыхом, люди в форме, будь то врачи или представители силовых структур, работали. Сотрудники наркоконтроля проверяли подозрительные рестораны и клубы, места большого скопления горожан, жаждущих новогодних ощущений. Как итог, изъяты большие партии наркотических и психотропных веществ. 23 человека доставлено в наркодиспансер. Двое ивановцев пытались сбыть гашиш через интернет и были пойманы. Неизвестные пытались устроить праздник в сезон номер один. Там сотрудники наркополиции изъяли 100 граммов амфетамина. Виктор Бакулин утверждает, что в праздничные дни активность наркопотребителей возрастает. В эти праздничные дни я могу сказать, что на территории Ивановской области наркополиция и управление наше было изъято почти 7 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Из них там было, конечно, и марихуана в большом количестве. В том числе было изъято героин, порядка 400 с небольшим грамм. Кстати, достаточно хорошего качества. Работали в поте лица и дорожные полицейские. За праздничные дни на дорогах области произошло 27 ДТП. Травмы различных степеней тяжести получили 38 человек. Погода неблагоприятствовала водителям. Самые серьезные происшествия случились на загородных трассах. Особое внимание сотрудников ДПС было приковано к нетрезвым водителям. В результате данных проверок, а также при поседневном несении службы сотрудниками ДПС, было выявлено 143 водителя, находившихся в состоянии опьянения. Несмотря на это, избежать ДТП с участием водителя, находившегося в опьянении, не удалось. К счастью, никто в этих ДТП не погиб. Всплеска ДТП с участием нетрезвых водителей не произошло. Зато возросла статистика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по происшествиям с участием несовершеннолетних. За праздники на дорогах пострадали пять детей. Во всех случаях виновата халатность взрослых. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.